Внедрение передовых технологий в обслуживание населения является одним из приоритетных направлений работы Министерства социальных отношений Московской области. На прошедшем конкурсе ярмарки «Территория социальных инноваций» свои проекты представили 48 учреждений. Робототехника как метод работы с пожилыми людьми, занятия рулером спортом для детей с ограниченными возможностями, различные компьютерные технологии соседствовали с мастер-классами по ЛФК и Пилатесу, лепке и рисованию. Социальная реабилитация и реабилитация инвалида подразумевает не только применение высокотехнологичных средств, но и самых-самых обычных. То есть рисование, музыка, театр, развитие моторики, развитие полушария, особенно у инвалидов, которые связаны с этим видом отклонений. Это все очень-очень востребовано на самом деле. И главное, что иногда такие простые средства в руках профессионалов делают просто чудеса. Одинцовский район представил свою наработку «Рисование светом». Этот альтернативный способ обычному творчеству помогает ребенку развиваться, познавать окружающий мир, нормализует эмоциональное состояние. Детки у нас уже устали от обычных рисунков, им хочется чего-то необычного. Есть дети, которые приходят и говорят, давай порисуем, ой, я больше не хочу. Ну и тогда мы предлагаем рисовать светом. Мало того, что это и диагностика, и психология, также это же и объемные формы. Формы больше-меньше. Лауреатом конкурса ярмарки стал Центр реабилитации инвалидов из Серпухова «Меридиан». В рамках проекта «Жизнь – это движение» сотрудники учреждения представили инновационную разработку российского производства «Экзоскелет». Это устройство предназначено для восполнения утраченных функций, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений. Экзоскелет позволяет людям вертикализоваться, почувствовать себя на ногах, когда долгое время привели, сидя в коляске, получить массу удовольствия, ну и еще ко всему тренировать вертикальное положение, тренировать мышцы. Очень эффективная технология экзоскелет, которая позволяет фактически развивать навыки движения у инвалидов, которые потеряли эти навыки. Это, конечно, очень важная, очень сложная, очень важная технология, которая требует и серьезной автоматики, и упорных занятий. Но эта технология одна из самых эффективных, она отечественного производства, поэтому я думаю, что мы будем на нее ориентироваться в плане реабилитации инвалидов. По словам заместителя министра, на сегодняшний день одним из основных направлений развития социальной сферы становятся онлайн-проекты. Использование дистанционных технологий позволяет социальным работникам помогать гражданам, проживающих в отдаленных населенных пунктах Московской области.